ГТА на консолях Однозначно не станут Смиритесь Переходим к другим новостям Сегодня в выпуске Презентация Майкрософт и Резидент Эйвел 9 Что творят авторы диско Элизиума И кто защитит новый Драгон Эйдж Так, адрес вроде бы точный А где все? Вы не подскажете пресс-показ Резидент Эйвел 9? Он же и здесь проходит? Ммм, еда О, кормить тоже будут Это я удачно зашел А не объясни секрет чем? Вами Гражданка, гражданка Уймитесь Борис, Борис, выручайте Отвлеките ее А я пока позвоню в футбенд Еды доставят столько, что до вас зубы точно не дойдут Готовят они, кстати, сами Работают круглосуточно Причем не только в Москве, но и в других городах И даже в Казахстане, в Алма-Аты Ну и не забудьте о промокоде навигатор Получите хорошую скидку на все заказы и на любые блюда Если собрались с друзьями на хэллоуинскую вечеринку, то закажите пиццу Берите, например, классическую пепперони Или изысканную с грушей и сыром блю-чиз Хочется роллов? Не вопрос У футбенд богатый выбор Есть и с лососем, и с морепродуктами Также в наличии вкусные и полезные покеболы Ну и, конечно, сытная лапша-удон с курицей по-пекински И другие горячие блюда со сковородки И не забудьте взять чего-нибудь попить Например, ягодный морс Жмите по ссылке в описании на сайт или приложение футбенд И прямо по-русски пишите код навигатор Скидку получите на все заказы и на любые блюда Здесь вот с грушей гурганзолы у нас вот есть Суши очень вкусные Может быть, чего-то хотите? Например, крови Вашей? Лучшая! Кровь девственных лесных ягод Ммм, матушке бы понравилось Майкрософт провела новую презентацию На которой показывали игры от сторонних студий Например, там засветился недотрейлер сиквела Сабнатики Первое погружение в глубины океана запланировано на следующий год Но, правда, пока только в формате раннего доступа Remedy, между тем, объявила дату релиза DLC Lake House для Алана Уэйка 2 Оно, кстати, выходит аккурат сегодня И обещает объединить вселенные Алана Уэйка и Контрола Китайцы представили еще один Dark Souls с азиатской спецификой Только вот в главной роли тут выступит уже не царь-обезьян, но симпатичная пиратка И на сей раз это не Вуконг, а Вучанг Хотя, правильно говорить, Укунг и Учанг Ждем в следующем году Тогда же должна выйти и новая игра от разработчиков ремейка Silent Hill 2 Называется Хронос the New Dawn В грядущем хорроре предложат побродить в скафандре по космической заброшке с нарушенной гравитацией И все это, конечно, лучше, чем ничего Но хотелось бы кое-чего посущественнее Например, анонса девятого резика, у которого недавно даже появилась страница на метакритике И это уже не двусмысленный намек на скорое явление игры народу С Майкрософтами не срослось Теперь ждем ее на церемонии Game Awards Ничего, будем ждать Будем ждать Проекты закрывались, а сотрудников увольняли Ну а кто-то не выдержал и избежал из этого цирка сам Причем изгоев в итоге оказалось так много, что им удалось организовать сразу три новые студии И все они анонсировали игры, которые будут в той или иной степени напоминать о бесподобном оригинале Например, британская Dark Mav Games, в которой работает арт-директор диска Элизиума Взялась за детектив XXX Night Shift Мы отправимся в далекий 2086 год на горнолыжный курорт в Антарктиду Да-да, вы не ослышались Именно в Антарктиду Ну а в самой игре нам обещают организовать уникальное и динамичное взаимодействие с напарниками Еще одна студия Summer Eternal, где трудятся два сценариста диска Элизиума Мечтают создать, цитирую, культовый мегапроект, сложную и амбициозную RPG Для этого они очень рассчитывают собрать под своим крылом как можно больше своих бывших коллег А студия Longue, в которую помимо заумовцев также вошли разработчики из Bungie и Rockstar Заявляет, что не намерена копировать диска Элизиума Но вот вдохновляться ей непременно будет Их первая игра выйдет в жанре психогеографической RPG, чтобы это не значило Исследовать там предстоит, цитирую, сознательное и бессознательное, видимое и невидимое Ну, пока и все три игры какие-то невидимые Посмотрим, сколько из них доберутся до релиза И доберутся ли вообще Новый Dragon Age выйдет без Денувы И вот тут непонятно, то ли на стражу завесы встанет какая-то своя защита То ли игра выйдет без защиты вообще Кроме того, биовары выдали обновленные системные требования Причем в двух вариантах С рейдрейсингом и без него Так вот, чтобы лысина антигероя блестела на максималках и в 4К Понадобится GeForce 4080 Для более низких разрешений рекомендуется GeForce 3080, не меньше А вот если рейдрейсинг отключить, то тогда будет достаточно и GeForce 2070 Не отлично, не ужасно Кстати, о видеокартах Новое поколение ускорителей от NVIDIA уже совсем рядом Говорят, что старт продаж 50-й серии намечен на первый квартал следующего года Ну и почти сразу же пошли разговоры, что цена на флагманскую GeForce 5090 Может составить от 2 до 2,5 тысяч долларов Однако следом на связь вышли авторитетные инсайдеры, которые поспешили развеять эти слухи Дескать, если 5090 будет дороже флагмана текущего поколения, то совсем ненамного А GeForce 4090 стоит сейчас около 1800 долларов Ну и хуй с ним Тяжеловесные борцы за инклюзивность из Sweet Baby Inc. убрали со своего сайта список компаний, с которыми они сотрудничают Сами бэбики это никак не комментируют, но всем и так понятно, что для их клиентов такое партнерство зачастую оказывается крайне невыгодным Ибо чревато падением продаж Находящаяся в кризисе Square Enix, например, и вовсе пошла на радикальные меры Решив полностью разорвать всякие контакты с оплотом политкорректности Что видится правильным решением А то при нынешних раскладах хорошие игры тоже скоро станут меньшинством Вот и все! Вот и все! Они все изговняли своей политкорректностью Белому натуралу уже нечему радоваться А теперь о мощной технике Точнее о мощном блоке питания Вещь эта критически важная Потому как некачественная модель может запросто угробить всю систему целиком Но с новым Mac A1250GL от компании MSI Вам подобные кошмары не грозят Мощность у него, как легко отгадаться из названия, 1250 ватт А этого с лихвой хватит даже для системы на основе флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 серии Полный порядок тут и с энергоэффективностью, что подтверждает золотой сертификат 80+. Также отмечу продвинутую систему защиты от скачков напряжения Она способна выдерживать двукратные скачки общей мощности и трехкратные скачки мощности графического процессора А еще у этого блока питания имеется большое количество разъемов Причем имеется даже разъем для фирменного коннектора NVIDIA и соответствующий кабель Так что если подумываете об апгрейде, обязательно изучите ссылку в описании Переходим к увольнению Riot Games провела очередную реструктуризацию Хорошая новость Работы лишились всего 32 сотрудника Плохая Возможно, это была только разминка А вот в Bandai Namco к вопросу сокращений подошли более креативно Сами они никого не увольняют, но отправляют неугодные кадры в комнаты изгнания Где им просто не дают никакой работы Казалось бы, вот он, оплачиваемый отдых Однако японцы не в состоянии долго переносить подобное безделье И потому увольняются сами Из 200 изгнанников в компанию покинули уже более 100 человек Похлопай моей идеей Вы когда-нибудь задумывались, а насколько повышает доходы от игры установка защиты Denuvo? А вот некий статистик Уильям Фольксман задумался и даже посчитал Он проанализировал продажи 86 защищенных игр и выяснил следующее Если Denuvo взламывали в первую неделю после релиза, то финансовые потери составляли 20% Если игру ломали на шестую неделю, то потери не превышали 5% И, наконец, после 12 недели убытки от взлома вовсе сходили на нет Так что после этого срока Denuvo можно смело удалять Сильное заявление Проверять я его, конечно, не буду Теперь о сюрпризах Если вы думаете, что покупаете в Стиме игры, то ошибаетесь Вы покупаете не игры Лучше Вы покупаете лицензии на игры Об этом теперь направо и налево предупреждает сам Стим Дело тут в новом калифорнийском законе Который обязывает цифровые площадки разъяснять пользователям За что именно они платят деньги Меж тем Valve честно удалила из Стима материалы, которые были запрещены в России После этого Роскомнадзор от Стима вроде бы отстал И судьба Дискорда его миновала Ой, когда все это кончится? Никогда! Ну а под конец немного дичи Разработчики Payday 3 официально признали, что в их шутер Невозможно было играть в течение нескольких недель после релиза И виноваты в том были исключительно их добрые и кривые руки Ну а последствия приходится расхлебывать до сих пор Нет, сами-то они, конечно, верят, что все у них непременно получится Но на текущий момент в Payday 3 играет лишь около 700 человек в сутки Ну вот и все на сегодня Спасибо всем, кто поддерживает нас на Boosty Не забывайте заходить в ламповую группу ВКонтакте И, конечно, катайтесь на телеге Увидимся на следующей неделе До встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok